Здравствуйте! Сейчас середина февраля. Я буду заниматься подготовкой семян моркови к посеву. Почему я буду делать это сейчас? Потому что, когда появляются всходы моркови, всегда не хватает времени, чтобы их вовремя проредить. А от этого зависит количество и качество урожая. Семена я высыпала в блюдце и сейчас буду проверять их качество. Элитные семена, которые в оболочке продаются, можно не проверять. В стакан с водой высыпаю чайную ложку соли. Хорошо размешиваю. В этом стакане у меня 200 миллилитров воды. Она отстоянная, а еще лучше талая снеговая вода. В этот крепкий соляной раствор опускаю семена и хорошо размешиваю. Обычно, когда пакетик открываешь, исходит сильный морковный аромат. Это говорит о том, что семена свежие. Схожий семян моркови от 3 до 5 лет. Этому пакету уже два года и сейчас мы посмотрим, что у нас происходит с этими семенами в стаканчике. На поверхности мы видим небольшое количество семян и мусор просто, который был в пакетике, находился. А в основном все семена опустились на дно, то есть они хорошие, полновесные и годятся для посева. Все, что у нас находится на поверхности воды, я убираю. Оставшиеся семена буду использовать для посева. Семена я промокнула вот такой туалетной бумагой несколько раз и они уже стали более или менее сыпучие. Теперь можно их сеять. Сеять я буду на ленты из туалетной бумаги. Для этого мне еще понадобится клейстер и сейчас я буду его делать. Клейстер я буду делать из картофельного крахмала, можно также из муки. В миску наливаю 100 миллилитров воды и довожу до кипения. В воде растворяю столовую ложку крахмала. Здесь у меня где-то примерно 50 миллилитров воды. Хорошо размешиваю. В кипящую воду выливаю разведенный крахмал и помешиваю. Вот и получился у нас клейстер. Теперь нужно его остудить. Теперь в клейстер буду добавлять две капельки эпина. Это стимулятор прорастания семян. Можно также использовать циркон или другой какой-то препарат и хорошо размешиваю. Эти препараты повышают энергию прорастания и схожести семян, сокращают сроки до появления всходов. Клейстер выливаю в бутылочку. У меня бутылочка из подкраски для волос. Теперь из туалетной бумаги я делаю длинную ленточку. Это уже произвольная длина, которую вы захотите, такую сделаете. И начиная вот со средины делаю такие капельки. Расстояние у меня будет пока полтора сантиметра с расчетом, что возможно не каждое семя прорастет, а затем можно будет прорвать лишние сходы. Если такой бутылочки у вас нет, это можно делать использовать и шприц, можно также использовать и спринцовку. Теперь намачиваю палочку и беру семя. Можно два семени брать, но так как мы их уже проверили на полновесность, значит я по одному расклеиваю. Таких полосочек можно наделать сколько вам нужно. Значит оставляю на ночь, чтобы у нас все высохло и завтра уже буду сворачивать. Весной перед посадкой я это полотнище разрежу на три полосочки. Вот у меня будет одна полосочка, вторая и третья. И потом уже буду раскладывать в бороздки. Почему я сейчас не разрезаю на полосочки? Мне так удобнее будет хранить. А вы уже смотрите сами, как вам удобно. За ночь клейстер высох и семена наши приклеились. Они хорошо держатся на бумаге. Теперь можно скручивать ленточку. Вставляю бирку с названием сорта. Вот если у вас на каждой полосочке разные семена, значит подписывайте прямо на бумаге. А я вот так беру и закручиваю. Вот такой получился рулончик. Теперь я его закрепляю резинкой, ставлю в баночку. Здесь будет еще не один рулончик с семенами находиться и закручиваю крышкой. Все в таком виде наши семена будут храниться до самой весны, до посева. А сегодня все. Хороших вам урожаев. До свидания. До новых встреч.